Добрый вечер всем. Наша недельная глава очень интересная глава. Глава Шмини, в ней много интересных тем есть. И сегодня я, может быть, даже сделаю немножко необычный урок. Я буду говорить, скажем так, недельная глава станет нам триггером на очень важную тему. Одно из событий, которое описывается в нашей недельной главе, это смерть сыновей Агарона. То есть, в принципе, у нас Шмини – это восьмой день, это день освящения, то есть праздник, освящение Мишкана и так далее. И в этот день Агарон теряет двух своих сыновей, надававегу, которые принесли огонь, который не заповедовал Всевышний, и они погибли. И после вот этого трагического события Тора нам описывает, скажем так, происшествие, которое происходит с Мушер Абейну и Агароном его сыновьями, которые оставшиеся в живых, где Мушер Абейну на них злится. Злится на них за что? За то, что они сожгли козла, жертва греха очистительной, вместо того, чтобы пол съесть. Давайте прочитаем. Козла же, это наша глава, то есть, если по делению, которое есть, это 10 глава, 16 стих. Козла же жертвы греха очистительной искал да искал Мушер. Но он сожжен был. То есть, он искал, где этот Иому сожгли. И разгневался он на Элазара и на Тамара, оставшихся сынов Ааронов, говоря. «Почему не ели вы этой очистительной жертвы на святом месте? Ведь святая святых она, и ее он, Медсевышний, дал вам, чтобы простить вину общины для искупления перед Господом. Ведь кровью не внесена была внизу через святилища, и вы должны были есть ее во святилище, как я повелел». И говорил Агарон Мушер. «Ведь сегодня принесли они очистительную жертву свою и всесожжение свое перед Господом, и такое случилось со мною». «А если съем я очистительную жертву сегодня, будет ли это угодно Господу?» И выслушал Мушер и одобрю». Окей, что здесь произошло? Мушер Аббейну вдруг раскрывает и видит, что козел отпущения, то есть грехочистительная жертва в виде козла, не была съедена койнами, то есть Аароном его сыновья. И это проблематично. Почему это проблематично? Да, потому что это жертвоприношение, которое не вносится, то есть оно не, скажем так, не окропляется его кровью внутренней жертвеннике, потому что тот, кто окропляется кровью внутренней жертвеннике, тогда его сжигают действительно, это жертвоприношение полностью сжигают. Окей, то есть есть определенные такие грехочистительные жертвы, но этого окропляют внешние жертвеннике, таким образом, для того, чтобы произошло окончание искупления народа Израиля, нужно, чтобы коины это съели. А они не съели, они это сожгли. И мы видим, что это разозлило очень сильно Моше. И что отвечает Агарон? Моше, то есть Моше очень разозлился на него. Отвечает Агарон, что не, говорит, я сжег, то есть мы сожгли эту жертву не из-за ее статуса, то есть что она типа внутрь, то есть кровь приносилась ее, то есть на мне внутрь не жертвы, а золотой. А из-за моего галахического статуса, что говорит Агарон, у меня погибли дети, они еще не похоронены, я нахожусь в статусе Унана. То есть Унан это человек, который находится в статусе между смертью человека, по которому он обязан находиться в трауре, и их похоронами. И Галаха говорит, закон говорит, что Куэн, который находится в этом состоянии, то есть между смертью близкого родственника и похоронами, ему запрещено есть жертвы. То есть ему запрещено есть жертвы. Поэтому он говорит, если бы я его съел, то есть в том состоянии, в котором находился, говорит, Всевышний ему это понравилось, а муж говорит, а ты прав, то есть да, извини, то есть да, да, все нормально. То есть все нормально было. И очень странно, то есть да, мужа рабыну успокаивает, вопрос сразу поднимается, какой вопрос? А мужа что, не знает этого закона? Мужа не знал этот закон? То есть ему Агарон отвечает, а ну да, все нормально. И на этот вопрос наш есть ответ. В Медраше, Медраше говорит, То есть да, сказано, то есть и он искал этого козла грехочезинной жертвы, и сказано сразу, И разозлился на Лазара и Тамара, говорит Медраше, Из-за того, что он рассердился, то есть разозлился, исчезла у него Галаха, он забыл, он потерял Галаху, он ее забыл. То есть в принципе, мужа рабыну видит, что этот козел не был, то есть был сожжен и не съел, он злится. И не помнит Галаху, не помнит Галаху, что к воину, который находится в состоянии унан, ему нельзя есть жертвы. Дальше Медраж приводит еще там слова Равуны, еще те места, еще три места, где мужа рабыну злится, и во всех этих трех местах мужа рабыну забывает какую-то Галаху. Окей. Таким образом, на фоне этого, и это тоже станет нашей системой сегодняшнего урока, мы разберемся, что говорят наши мудрецы, то, что называется Балия Мусар, мудрецы, которые занимаются еврейской этикой, Мусаром и так далее, по поводу злости и вообще этого качества. И, естественно, на фоне нашей недельной главы. Есть книга Рабихайма Шмуэльича, он, в принципе, посвятил целое эссе, скажем так, порицанию гнева в начале своих слов, то есть Сихота Мусар, разговоры о этике и так далее. И он пишет, что, кроме всего прочего, что мы находим в наших мудрецов указаль, скажем так, в порицании гнева и этого качества, мы увидим, что у гнева есть особое качество, которое нет у других. То есть есть другие плохие качества у человека, но у гнева оно такое плохое качество, которое есть особые характеристики. Что он делает? В конце концов, то, к чему приводит гнев, он приводит к тому, что человек теряет свои духовные уровни, он опускается в своем духовном уровне. Он приводит к гмору. Это гморав трактати псахим, который говорит следующее. Сказал Решлакиш, каждый человек, который гневается, если он мудрец, мудрость его уходит от него. Если он пророк, пророчество уходит от него. Сказал Раби Мани Барпатиш, каждый, кто гневается, даже если дают ему величие, то есть с небес, то это возвышает его с небес, понижает его вниз-назад. На базе этого продолжает Репхайм, то есть Шмулевич, и начинает более, скажем так, обозначать вот эту вот точку, вот эту вот проблему, то есть по поводу гнева Мушарабейна. И то, что он забыл Галаху, которую в конце концов Арон попутал, и все стало в свои места. Он говорит так, нужно обратить внимание, то есть, да, что в этом вот факт по поводу, то есть я сейчас просто на автомате перевожу то, что он пишет, то есть вот этот вот факт, то есть по поводу козла греха сильной жертвы, как написал Орахайм, то есть он приводит комментарий, Орахайм, очень интересный. Что мы там находим? Что вначале Мушарабейн узнал у Туаловки, что унан, то есть человек, который находится между смертью, бросленниками, его похоронами, что ему нельзя, то есть понял, такой, что ему нельзя есть кочин, то есть нельзя есть жертвы. И он разозлился только на то, что они постановили галахическое постановление без него, то есть перед ним. Почему? То есть есть такая галаха, что нельзя выносить галаху и говорить галахическое решение, когда перед своим учителем, то есть если свой учитель находится, ты не имеешь права выносить галахическое решение. И то есть он разозлился, что вот он здесь находился и так далее, и они решили, то есть как бы вынесли галахическое решение при нем. То есть вместо того, чтобы с ним верить. И говорит, из-за того, что он разгневался, то в момент, когда он говорил, то есть гнев его был в чем? Гнев его был в том, что они вот эту галаху сами себе постановили, не спросив его. И он в тот момент, когда разгневался, галаха исчезла от него. То есть он забыл эту галаху. И пришел, то есть к ним дал уже другую претензию. То есть, да, что они его сожгли, этого козла не по закону. И он говорит, это давар мафли. То есть это чудесная вещь. То есть понятно, несмотря на то, что мудрость гнева, то есть того, кто гневается, уходит на него. Ну как он может забыть то, что секунду назад знал? То есть вы понимаете, что происходит, что он объясняет? Говорит, Орахаим, который отстает Рафаим Шмуревич, он говорит, говорит, Мошера Пейну знает эту галаху. Он придет высказать свою фе и разгневался, что они постановили по этой галахе перед ним, то есть как бы с ним не разговаривать. И из-за того, что он разгнялся, он только что знал, то Аллаху и теперь он уже не знает. И поэтому вообще с другими претензиями пришел. То есть он забыл на месте. То есть гнев убивает на месте память. И Рафаим Шмуревич задает вопрос, как? Как можно это понять? То есть как может гнев бить по памяти человека? То есть понятно, что гнев по памяти человека может ударить, что он не может вспомнить то, что он учил когда-то. То есть он в гневе и так далее, у него не выходит. Он не может уставаться баёк шлифан. Проблема, то есть вытащить из памяти. Но то, что он знал секунду назад, это куда ушло? Как это произошло? Таким образом Рафаим Шмуревич очень, так скажем так, широко объясняет, что здесь произошло. Я сейчас автоматически перевожу его слова, то есть написанные. И нужно понять слова так, что мудрость Торы не похожа на другие виды мудрости. Что они не понимают саму человеку. И человек может в принципе быть, то есть мушхат, чтобы мушхатим, то есть у него качество полностью, то есть отвратительное из-отвратительного. И вместе с этим быть большим мудрецом в разных мудростях мира. Как мы нашли у некоторых великих мудрецов, народов мира, как мы известно. Но мудрость Торы, она не такая. Она не будет обитать в теле, которое не очистилось от плохих качеств. То есть наш сегодняшний урок по недельной главе присоединяется к уроку по 8 глав, о котором мы до этого говорили. Итак, если человек не чист в качествах, то Тора жить, мудрость Тора в нем жить не будет. Потому что она принадлежит в сущности человека. Она не внешняя ему. Кстати, то, что он говорил по Рамбам. Он говорит дальше. Гмараф Трататики Душин говорит. Сказал раба Тора. То есть Тора, она прожит человеку. Сказано. В своей Торе будет усердство днем и ночью. И там Раша объясняет. То есть если он заходит, то есть начинается стих как? То есть если он хочет приобрести Тору Всевышнего, и в Торе своей будет углубляться день и ночь. Он говорит. Вначале сказано Тора Таше. Вначале сказано, что Тора Всевышнего. А потом сказано, что это Тора его. Что имеется в виду? То есть объясняет Рашик. В том момент, как он выучил ее, она становится его Торой. То есть когда он учит Тору Всевышнего, то есть на Торе Всевышнего, когда он ее учит в нее, то есть она становится его Торой. И объясняет Равхайм Шмолевич. И кажется, что имеется в виду, что Тором может стать его, то есть Тора Топ. То есть не она не может стать его, а наоборот. Она остается Торой Всевышнего, но человек, который удостаивается ее, то есть поднимается в духовном уровне, он превращается сам в Тору. Он становится Торой. Это, кстати, то, что говорят, допустим, про раввинов, почему нужно вставать, когда раввин идет, когда раввин входит и так далее. Потому что ты встаешь не перед раввином, ты встаешь перед Торой. Потому что человек, который учит Тору впитывать и так далее, он сам становится Торой. А как мы знаем, когда несут Тору, святок Тору нужно вставать. Поэтому он стоит перед цветом Тора. Таким образом, он говорит, что в принципе он сам становится Торой, поэтому называется Тора Топ, то есть его Тора. получается что тора это никак другие мудрости которые приобретаются познаниям разума человека но тора становится сущность его существование из-за этого человек у которого его качества плохие говорит шмулевич он не только не может приобрести тору но даже та мудрость которая в нем уже она уходит почему потому что пришел к качеству гнева таким образом даже та мудрость которая была в нем сейчас ушла почему потому что посуда то есть инструмент принятия мудрости тора является чистое тело с исправленными качествами очищено от плохих качеств таким образом когда появляли рождается в человеке плохое качество в этот момент его как бы мудрость уходит что имеется ввиду что как бы его сосуд принятия испортился и поэтому он не может содержать ничего как будто разбился то есть все все ушло потерял и это не наказание говорит то есть рафа хайм а так это природа что плохое качество выгоняет то то есть что выходит мушера бейну то есть он тора но должно быть чтобы не было вообще никакой задоринки не качество в тот момент когда он разгневался плохого качества появилось в этот момент кусок то рушу это как бы природное поэтому то что он секунду назад знал больше нет как это сработало как он объясняет то что произошло с мушерами смотрите есть еще один баль мусар то есть которым занимается мусаром и он тоже занимается этой проблемой гнева очень так сильно и в своих словах он цитирует рэбхайма виталя ученика аризаля и он пишет так поймем строгость и проблематичность вещей то что написал рэбхайм виталь от имени зоа на рамейском пишите вам скажу когда человек гневается он вырывает из себя святую высшую душу и вместо нее вводит себя ситра ахра то есть другую сторону в принципе проблематично всякие нечистые силы и это называется то есть уничтожает свою душу своим гневом и потому что уничтожил и вытащил свою душу и внес в нее чужую то есть чужое то есть чужое то есть чужое божество то есть это то что надо цитирует рэбхайм виталя он продолжает дальше рэбхайм виталя а ты меня ризоля дальше продолжал и говорит следующее . есть мишна молли attiyan taong mit Вы творите ну ты относишься да то есть misht economic который говорит не будь легким на гнев и он приводит рэбхайм виталя что него а ты мне аризала и так он Он пишет, по поводу гнева мой учитель, он был скрупулезен к этому намного больше, чем какое-либо другое нарушение, ибо все остальные грехи, то есть проступки не меняют душу, а гнев меняет. И это получается, когда человек разгневается, то уходит из него его душа, которую он приобрел уже, и входит в него другая душа, которая внешняя. И это то, что сказано, то уничтожает свою душу гневом своим. Имеется в виду, что человек туреф навшор, то есть уничтожает душу, и делает ее трефа, то есть трефа мертвой, он ее убивает, когда он гневается. И он ее уничтожает и выкидывает от себя, и даже если человек сделает какие-то тикуни, то есть делает какие-то заповеди и так далее, то есть будет что-то делать, они полностью, то есть все, что он сделал, все, что он строил, все ушло, все он потерял. Почему? Потому что та душа, которая у него была, которую он справлял, которую он занимался, она ушла, все, привет. Она погибла. Теперь другая мысль у нее. И нужно снова возвращаться, исправлять и чинить, и все делать с самого начала. Таким образом, каждый раз, когда человек гневается, он каждый раз, то есть, да, он не может больше исправить ничего. И он, то есть, и он как собака, которая возвращается к своей, извините за выражение, обливоте. То есть, да, и про это сказано, то есть, да, он сожжает свою душу в гневе своем и больше не сможет достичь ничего, потому что, когда он, потому что, то есть, человек, который имеет гневный характер, то есть, или гнев, он строитель, он строит и разрушает то, что построил. Говорит, молодец, сейчас я тебя и поздравляю. Таким образом, остальные грехи, они не уничтожают, они не выкидывают, то есть, не уничтожают душу, только наносят ей ущерб. То есть, да, и она становится ущербная, ее нужно, то есть, нужно сделать какое-то исправление для того, чтобы исправить, то есть, вот это вот грех. И тогда то ущерб, который был нанесен, будет убран из нее. Но гнев требует огромное количество исправлений, подготовок и так далее для того, чтобы вернуть то, что было уничтожено. И, может быть, не дай бог, нет ему вообще никакого исправления. Кефиб хинатоум и циот акас, то есть, из-за его уровня и так далее, и уровня гнева, который огнем. Поэтому нужно очень сильно опасаться, чтобы не было никакого гнева. И несколько раз дал мне по голове у Хахани, то есть, Мури, то есть, да, то есть, несколько раз Рабхайм Виталь говорит про себя, Аризаль ему дал по голове за то, что я злился на своего брата, когда с ним учился. То есть, Рабхайм Виталь описывает, что он, то есть, злился на брата своего, когда он с ним учился, и Аризаль за это ему сказал, что этого нельзя делать, то есть, ни в коем случае этого не делать. Причем, пишет, не злился, а написано, то есть, это МитКС, то есть, да, у меня раздражался, скажем так, МитКС, не гневался, а раздражался. И даже, когда я раздражался, меня за это, то есть, упрекал мой учитель, то есть, Аризаль. Вот такая вот вещь, то есть, в принципе, что мы выводим из Зогора и Аризаля, то есть, как студирует Рабхайм Виталь и от них Рабхайм Фридендлер, выходит, что происходит очень страшное. Гнев человека убирает у человека божественную душу. Она просто уходит, и он выкидывается, полностью становится, скажем так, овладеваемой силами, скажем так, нечистоты. Знаете, есть такое выражение на иврите, ибед из штанов, то есть, да, потерял, ой, как называется, то есть, штанов, ну, типа, гранит, то есть, потерял, то есть, берега, то есть, полностью потерял. Когда человек, то есть, входит в гнев, он вообще не видит уже ничего, то есть, да, он уже теряет способность, контроль и так далее. Это, в этот момент он потерял божественную душу, как объясняет Таризар, как объясняет это Рабхайм Виталь от Аризар, он потерял. И в него вошла вот эта вот гадость, да, и которая прет во все стороны. И поэтому у него все, крыша поехала. Окей. Таким образом, говорит Рабхайм Фридлидер очень интересную вещь. Он говорит, то есть, он как бы подводит итог. Кстати, поэтому наши мудрецы сказали, по поводу того, что говорит Рабхайм Виталь, наши мудрецы сказали в Тархати Шаббат, что человек, который гневается, считается, как будто он уведа в удазара, как будто он поклоняется итогам. Почему? Потому что он вводит туда, обратно от божественного. Это, в принципе, есть амудазар. И говорит Рабхайм Виталь, называется, али муду маасиби прошьет элю. Что мы из этого учим? То есть, из этих глав, то есть, по поводу гнева. Эти главы учат нас, что насколько мы должны оберегать себя от любого проявления гнева. То есть, насколько было большое требование от великих нашего народа, когда Всевышний постребовал от них за любое проявление гнева. То есть, да, когда они только пришли, ликлалькас, то есть, они еще не разгневались, а подошли к гневу. И Всевышний уже их наказал, что ушло от них мудрость и ушло от них пророчество. То есть, ему шарабейну это произошло с ним. Правда, у них, то есть, требования от них были намного выше, то есть, по требованию их высокой ступени. Но если с ними так, то с нами тем более. То есть, с нами тем более. Если величайшие из великих, их с них так спотребовали, то что скажем мы, маленькие из маленьких? То есть, да, которые находятся внизу вообще управления своими качествами и их исправления. То есть, да, насколько мы должны оберегать себя и уходить от любого соприкосновения с гневом. И тем более, то есть, да, важность на всех, то есть, бне атура, то есть, тех, кого названы, то есть, сновья торовец, тех, которые живут в торах заповедях и так далее, тем более учат тору, что у них должны оберегаться, чтобы у них не было никакого даже проявления гнева. То есть, не быть в каком-то состоянии, то есть, бельбульда, то есть, сотрясение сознания и спокойствие душевного. И тем более, когда в нем просыпается гнев, то есть, когда он работает, теряет все его духовные высоты и подвергает опасности свою физическую жизнь. Особенно, что он теряет великая ступень спокойствия души. Кстати, можно это объяснить еще более другим. То есть, он говорит, что он подвергает опасности своей физической жизни, не только духовную. Это можно объяснить. Человек, который много гневается, у него есть проблемы. У него давление, у него инфаркты могут быть и так далее. То есть, в принципе, он может себе таким образом сократить жизнь. То есть, недаром говорить, что не волнуйтесь, вам нельзя волноваться. И это одна из вещей, которую стоит знать. Окей. И он здесь приводит, как себя вели мудрецы. То есть, к которым нам нужно брать пример. И великие Израиля, когда должны были разозлиться, то есть, иногда ты должен гневаться, должен показать, что ты разозлен и так далее. Они показывали то, что называется гнев лица, но не гнев сердца. То есть, на лице был гнев, а в сердце спокойствие. И он рассказывает про раби Исраиля Салантера. То есть, раби Исраиля Салантера – это один из величайших балемусар. Когда он давал по голове народу, то есть, общине, по всем, то есть, называется, размахам. Представьте, раньше раввины по голове общины спокойно давали и не боялись. То есть, он поворачивался к одному из своих учеников и спрашивал за две вопросы. Красиво ли я гневался? Что имеется в виду? То есть, я читаю там, что там, имеется в виду, что он хотел ускрипеть себя. То есть, он имел в виду, что его лицо выглядело красиво. То есть, гнев был красиво виден. Чем он хотел? Он хотел ускрипеть и проверить, что его гнев был только на лице, но не в сердце. И только человек, то есть, если только работать со своими качествами, то можно защитить себя от этого просыпания внутри гнева. И тогда будет, человек сможет делать гнев в лице без гнева сердца. То есть, давать втык, абсолютно не гневаясь внутри. Но выражая, вроде ты гневаешься. Это, то есть, особое умение. Но он говорит, внимание, это великий. Но мы, когда наши качества горячие, то есть, у нас горячие головы, и не холодное сердце, сердце тоже очень пламенное. Или, как говорит, пламенное сердце, холодные головы. Ну, а тут, и то горячее. То есть, когда мы горячие, у нас вообще нет управления всем этим. Мы неуправляемы. То есть, и мы далеки от возможности, то есть, подвести, то есть, под власть разума нашего, то есть, нашего разума, чтобы мы выглядели, как будто мы злимся, но абсолютно не было зла в сердце. И чтобы это зло в сердце, если мы начинаем себя показывать злыми, то есть, снаружи, то у нас мы не настолько сильны, то есть, это зло потом, как злость, в конце концов, взорвется внутри. Поэтому, говорит, единственное, то есть, у меня есть совет, чтобы гнев был в возможности, но никогда в реализации. Оставаться постоянно в спокойствии и в балансе душевном. Не попытаться подняться, потому что небольшое, называется, возгорание, может привести, в конце концов, к настоящему вылету гнева, так он пишет. И тогда мы полностью потеряем тормоза и потеряем управление разумом, и ничего у нас хорошего языка не будет. То есть, в принципе, мы сами себя затолкаем в том, что наше тело будет нами управлять, а не разумом. И сколько, говорит, трагедий физических и духовных произошли из-за гнева. То есть, тот, кто гневается, всякие виды ада в нем требуют. И, говорит, святая душа уходит из-за гнева, и когда человек, то есть, да, закрывает рот и молчит, даже если ему есть что сказать, он никогда не пожалеет об этом. То есть, говорит, даже когда если у тебя что-то сказать, и ты закрываешь рот и молчишь, поверь мне, ты никогда об этом не поговоришь. Но если скажет, и даже одну фразу, которая будет сказана, то есть, не, скажем так, обдуманно, кто в конце всегда пожалеет о том, что ты сказал. Поэтому лучше сиди и не делай. Промолчи. Даже если что ей сказать. Потому что это наша душа. Если бы Всевышний... Если бы Всевышний... Я просто пытаюсь, это очень тяжело автоматически перевести фразу. Она очень закрученная у него. Сейчас я прочитаю на иврите, может быть, так будет мне легче перевести. И... Ну, это понятно. То есть, ей там нужно много божественной помощи и молитвы. Потому что если Всевышний не поможет, он не сможет с ним справиться. То есть, нужно много... Для того, чтобы справиться с гневом, нужно много божественной помощи и молитв. То есть, мы не дошли до никакого испытания и беззайона. То есть, это... Осквернение самих себя. То есть, делать себя посмеять. То есть, опозориться. Потому что меня опозорились с помощью гнева. То есть, остаться, в конце концов, под властью разума и остаться со спокойной душой. Короче, что у нас выходит, очень интересная вещь. Мы увидели, что Мушер Абейну разозлился. Гнев. Гнев привел его к тому, что он забыл Аллаху. Поэтому весь этот разговор произошел. Он забыл Аллаху. Причем говорит Ребхам Шмулевич. Базирус на Урхаме Кадош. Это произошло немедленно. Он знал Аллаху эту секунду назад. Как только он разгневался, все. Потому что Тора, она не держится там, где неисправленное тело, неисправленный сосуд, который должен ее принять. Она сразу уходит. Так это не работает. Невозможно быть мудрецом Торы и с отвратительными качествами. Так это не работает. Рейхай Флиндер добавляет через Рейхай Виталия и так далее, позор и Аризалю, что это еще хуже. Человек, который гневается, в конце концов теряет душу, которая у него была. Все, что он над ней работал, все, что он вкладывал, ушло. Как говорится, ушло. Вместо него получает новую душу, которой теперь снова над ней нужно работать. И все. Своими руками уничтожает душу. И в принципе идеал, когда человек может управлять собой. То есть самое важное, то есть никогда не дойти до гнева. Потому что гнев, он хуже всего. И он говорит, что происходит очень интересная вещь. Гнев. То есть человек, который великий, может гневаться. Лицом, но не внутри. Говорит, мы забудьте про это. Мы не на том уровне. Говорит, у нас лучше промолчать. Тебя, раз ты чувствуешь, что гнев начинает подниматься, лучше промолчать. Говорит, никогда человек не... Не раскаивался. Никогда человек не раскаивался в том, что он не сказал. А сколько раз человек рассказывался в том, что он сказал. Или как он себя повел. По этой причине, это, кстати, огромная наука вообще-то с совладением с гневом и так далее. И во всех вещах, которые мы делаем. А тем более сейчас. У нас все социальные сети. Леня рассказал про вотсапы, споры, крики и так далее. Входят в это. Лучше промолчать. Причем молчать. Потому что когда ты входит, начинаешь гневаться. Мало того, что это стоит нервов. Во-вторых, ты понимаешь, что спор бесполезен. И ты можешь еще больше опозориться. Зачем? Кстати, я сам был такой. То есть, знаешь, что я входил. То есть, я как бы очень быстро зажигаюсь. У меня есть и проблемы. Причем, и начинает человеку то, что-то доказывает. Что-то объяснять и так далее. В конце концов, это просто потеря. Это, во-первых, бьет по здоровью. Физическому тоже. И в конце концов, все остаются своим мнением. Он считает, что дурак. Потому что он изначально так считал. Потом ты вообще не слушал. Ты ему ничего не доказал. Потракал время зря. И так далее. В конце концов, ущерб себе. Во всем. А иногда, то есть, судя по тому, что это, извините меня, публичные вещи, допустим, в социальных статьях, то ты еще можешь и опозориться. И потом начинаешь стирать, исправлять и так далее. Снова возвращаясь, что он сказал Храбхайм Вейфрилендер. Человек еще никогда не раскаялся в том, что он не сказал. Во время того, когда ему было что сказать в ответ кому-то, и он это не сказал. Зато часто раскаялся, когда он так и да сказал. Это очень важная вещь, которую стоит выучить из нашей недельной головы. Именно от Мушера Бейну. Видите, то есть мы от Мушера Бейну учим даже в тех вещах, которые, скажем так, где он сделал промах. И чтобы мы научились не гневаться и справляться с нашими негативными качествами. Бейзра Тушек. Так, на этом мы сегодня закончим. До новых встреч. Я на этом запись прекращаю. Заканчиваю. Всего хорошего. Все, кто слушает записи. Спасибо.